Сегодня, 18 декабря, в 18.00, состоится грандиозное событие уходящего года не только в мире классической музыки, но и в культурной жизни города Харькова. На сцене Харьковского Национального академического театра оперы и балета уже в четвертый раз в рамках проекта «Классическая феерия мир музыки детям» состоится концерт классической музыки с участием звезд мировой величины. «Классическая феерия мир музыки детям» – это международный благотворительный проект, в рамках которого посетить концерты классической музыки смогут дети из незащищенных слоев населения, а деньги, собранные от продажи части билетов, пойдут на закупку необходимого оборудования для больниц города Харькова. Сейчас музыканты готовятся к концерту, у нас есть потрясающая возможность попасть на последнее приготовление и пообщаться с теми, кто сегодня будет дарить городу этот праздник. Здравствуйте, Даниил. Вы на данный момент очень востребованный в мире музыкант. У вас очень плотный график. Скажите, почему из года в год вы все равно находите время, чтобы посещать этот проект и дарить музыку в нашем городе? Потому что на земле, к сожалению, пока есть очень мало людей, которые организовывают такие благотворительные концерты, которые в первую очередь направлены для того, чтобы подарить музыку детям. И мне, как музыканту, когда уже все организовано, и мне предлагают просто приехать, поиграть, но это как долг, что ли, какую-то часть преднести для развития культуры, для детей, чтобы какой-то подарок. Потому что это редкость, когда кто-то берет на себя такую ответственность и все это организовывает. Скажите, сегодня в зале, кроме взрослых, будет огромное количество детей, которые очень хотят услышать эту музыку. Скажите, есть ли для вас, как для музыканта, разница играть для детей или для более взрослых? Каждый раз, каждая публика в любом зале, она новая. То есть каждый раз публика разная, не в зависимости от того, какой возраст, в какой стране. Поэтому даже в прошлом году, например, публика другая, чем будет сегодня. Будут другие люди, другие дети, может кто-то будет, будут те же, но в основном будет другая публика. И поэтому каждый раз, как артист, ты чувствуешь резонанс, который идет от публики, и подобающим образом уже как бы реагируешь тоже, как музыкант на нее. Поэтому так сложно сказать, есть ли разница. Да, детей сложнее привлечь их внимание. Это сложнее. Для вас участие в этом проекте, это в первую очередь что? Что означает для вас, в таком проекте, чтобы участвовать в таком проекте? Это означает, что это всегда очень много, потому что поддержка для детей в себе очень важна. И поддержка для детей в себе очень важна. Для меня всегда было важно поддерживать детей, особенно поддерживать больных детей. И в этом году так случилось, что у одного из его сыновей тоже была опухоль мозга. И слава богу, все оказалось, все прошло, он выздоровел. Но это его очень затронуло, и он как бы чувствует себя частью этого проекта в полной силе. Спасибо. А для детей, лично для вас, есть отличия от взрослых? Да, для тебя лично, как и для детей, если вы играете, за то, что у тебя из-за того, как они относятся в себе? В количестве проекте женщины, например, у тебя будет эрлий. из-за того, что люди не могут разговаривать с грустными вещами на бühне, что для больших, зарплатных публиков нет. Конечно, это не мой цель. Но для детей нужно попробовать, на детском языке. И для «Энстового» можно играть так, что для детей еще интереснее. Но для меня это всегда очень важная задача. И поэтому, что дети видят в будущем нашу публику, и мы должны победить классическую музыку. Но, опять же, это очень важно для нас, потому что это наше будущее публика. Считанные минуты остаются до начала концерта. Зрители спешат найти свои места. Зал замирает в ожидании чуда. Мы запрошиваем вас на классическую хрень. Музычный свет детям. Скажите, что для вас участие в этом замечательном проекте? Ну, я с этим проектом познакомилась в прошлом году, то есть тоже под новогодние праздники. Немножко помогала ребятам, но в прошлый раз я была просто зрителем. Мне безумно понравилось. Это действительно другой мир. У меня такая профессия, да, я работаю в прокуратуре. Это очень такое громкое страшное слово. Это довольно тяжелая психологическая работа. Поэтому для меня очень важно видеть красоту, краски мира, позитивные эмоции получать. И находить другую нишу для самореализации. Очень здорово, Владимир, для вас. Мне кажется, что Віта, она такая серьезная, но она так же творчая людина. Мы взагалі-то с ней однокурсники. Что для меня, ну, бажання допомогти дітям. Бажання, аби діти отримали вчасно, швидкісно допомогу. А вы знаете, что у нас все-таки в государстве не все еще добре с медициной, особенно и с кардіохирургией. И поэтому мы очень хотим и свой внесок внести. Мы, люди, на жаль, еще поки що не такие грошовидные. Откуда мы станем такими богатыми. Но мы можем сделать свой внесок, как люди, которые умеют добре говорить, вести, складывать сценарии, вести концерты. И поэтому мы долучились, нас попросили, наши добрые друзья. И дай Боже, если хотя бы одна людина будет врятована, мы действительно будем очень счастливы. Аплодисменты Вашему здоровью Замечательному проекту сегодня уже 4 года. Как по-вашему, насколько он вырос, как он изменился, ведь выросли вместе с ним? Ну, что вам сказать, с точки зрения, когда ты находишься внутри, тяжело оценить, как он вырос. Нам кажется, что многие аспекты проекта усовершенствовались, гораздо больше людей участвуют в нашем проекте. Нас это, конечно, очень радует. А, конечно, финальный продукт, я надеюсь, что оценят зрители, жители города Харькова и других городов Украины, будем надеяться. Вот примерно так. На самом деле, я думаю, что он растет, растет, потому что все больше людей к этому проекту начинают подходить с осознанными какими-то вещами, и все больше партнеров, друзей становится этого проекта. И видно по залу, всегда у нас полный зал, он воспринимается. Я считаю, это для нашей страны, это очень важно, таких проектов должно быть больше. Ну, хотелось бы сказать всем, что посещали не только наши проекты, а также оперные театры, филармонии и все, в общем-то, выставки. В общем-то, для этого мы нашим проектам и есть желание показать, что все-таки культура очень важна в наше время, а не только вообще в целом. Спасибо. Спасибо. Что сейчас чувствуете сразу после концерта? Чувство смешанное, так как концерт окончен, и в принципе, это маленькое завершение большой подготовки к концерту. Столько много людей работали, очень много месяцев подряд, и музыканты занимались, организаторы работали. С другой стороны, это немножко облегчение, потому что это очень сильное напряжение моральное, психологическое, много вещей нужно. Поэтому смешанные, конечно, чувства, но больше позитива, и смотрим вперед. Надеемся, что так будем продолжать в таком духе. Чувства, ну, вообще самые прекрасные. Если честно, на данный момент ты еще не осознаешь это полностью, мозг еще не осознал то, что произошло. Ну, само ощущение, оно приятное какое-то, греет изнутри. Поэтому очень рады. Скажите, что для вас быть воспитателем двух таких талантов? Вы знаете, ну, как, один, естественно, не воспитаешь. Это такой вопрос, наверное, здесь много. И супруга, и, конечно же, школа. Вот, потому как это все, оно взаимосвязано вместе. И вот благодаря вот этим всем людям, которые и в школе, и супруга, вот, ребята, вот, получились у нас такие. Очень энергичные и талантливые, я считаю. Что для вас проект «Классическая феерия»? Ну, это, во-первых, очень приятно, что мои дети в этом проекте участвуют. Потому что это он направлен на помощь детям, которые заболевания болеют. Может, если хоть кому-то из деток поможет это все, то это самое главное. Будет достигнута цель этого проекта. Ну, и, конечно, принести радость нашим харьковчанам и гостям города. И, конечно же, это все, все-таки он направлен на детей, для детей этот проект. И я думаю, вот такие концерты, ну, сегодня по залу было видно. Прием, все, наверное, это вот цель достигнута. КОНЕЦ Здравствуйте, Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, какое значение имеют такие концерты для нашего города? «Тут очень много значений. Починаючи от морального, повчального, что очень важно для подрастающего поколения, люди, которые готовы пожертвовать для того, чтобы спасать других, морально, великий аспект. И, закінчуя профессионально, воюю для нашего молодежного Слобожанского, чтобы приехали артисти такого ранга. Я думаю, это, ну, мабуть, не оценена школа, которую они выкористят для того, чтобы стать в будущем такими же значениями артистами». Скажите, что нужно делать, чтобы в нашем городе было больше таких концертов? «Треба хороших директоров, хороших руководителей, менеджеров и больше людей небайдужих. Я думаю, будет такие досягнення». Роберт Юрьевич, Вы не первый раз на классической феерии. Скажите, сегодня концерт чем-то отличался от предыдущих? «Да, конечно. Он, с одной стороны, и отличался, и в то же время был такой же великолепный, как и прошлый концерт. Сегодня я получил огромное удовольствие. Концерт прошел на одном дыхании, и в очередной раз наши артисты доказали, что они действительно профессионалы и действительно талантливые люди. Спасибо артистам, спасибо организаторам за прекрасный концерт». «Что бы Вы хотели пожелать тем, кто еще ни разу не был на концертах проекта «Классическая феерия»?» «Хочу им пожелать, чтобы они для себя открыли вот этот удивительный мир музыки, удивительный мир, который нам дарят прекрасные артисты, которые сегодня выступали на этой сцене. И я надеюсь, что в следующем году они тоже будут выступать. И, конечно, надо воспользоваться этим уникальным шансом послушать мастеров такого высокого уровня». «Спасибо большое». «Это потрясающе, музыканты играли великолепно, взяли огромное количество эмоций, переполняют зрителей, ко мне подходят, благодарят, это настолько приятно. Просто невероятно, это трудно передать словами, благодарные глаза детские, взрослые. И то, что происходило на сцене, это действительно было феерично». «Классическая феерия» «Как ощущения от сегодняшнего концерта?» «Ощущения очень свежие, хорошие, как всегда, когда я приезжаю в Харьков. Полюбил я как-то этот город еще с юношеского своего времени. Я учился в консерватории, приехал, и, кажется, самый первый в жизни концерт такой вот, при публике, с оркестром симфоническим, я продирижировал именно в Харькове с молодежным оркестром». «Вы на данный момент очень востребованный музыкант, у вас график очень плотный, но при этом вы находите время приезжать на этот проект в Харьков. Что заставляет вас вот так относиться к этому?» «Ну, это другое, это другой проект. Вот он другой, он построен на каких-то таких вот, благодаря Саше, Алене, на таких вот подстроен мелких, но ценных очень моментах, которые так просто, как говорят, на дороге не валяются. Они вкладывают большую душу в это все, и это чувствуется. Вот это вложение, которое они делают вначале, такой старт всему, он продолжается, и не только продолжается, а еще и приумножается в процессе». «В конце сегодня прозвучало замечательное произведение. Можно пару слов о том, как, почему, почему такой выбор?» «Ну, если честно, это подарок личный Саше, потому что он уже два года просто очень просил. Каждый раз, когда мы говорили о феерии, вот он почему-то в галанту эту влюблен был, и мне хотелось тоже ему сделать какой-то приятный такой жест. Произведение, конечно, очень непростое, тем более для молодежного начинающего оркестра это очень непростое, но на таких вот произведениях, которые гораздо сложнее, человек учится, очень быстро учится, между прочим. Я как раз сторонник такой техники общения с молодежью, с молодыми оркестрами. Их надо нагружать, не бояться, их надо бросать просто из жары в холод, ни в коем случае не бояться, что у них достаточно сил. И я очень рад, что именно этот оркестр, мне приятно. Я, конечно, совсем в другом уже как-то и возрасте, и состоянии, по сравнению с тем первым разом, когда я приехал. Но я с большим удовольствием как-то возвращаюсь. И мне кажется, что в Харькове, как ни в каком другом городе, я чувствую какую-то близость к себе. Я не знаю, что-то, я не могу это объяснить, но что-то есть в людях такое, что мне напоминает о самом себе. Не могу я это объяснить, что-то такое сокровенное мне напоминает о моем внутреннем мире. Как-то мне очень приятно быть в окружении этих людей. Мне это напоминает мои студенческие годы, время, когда я совсем был молодым еще, тоже искал, что, куда, как. Вот я встречаю этих детей, можно сказать, и вот вижу себя тоже. И мне приятно с ними как-то поделиться этими годами, которые прошли с того времени. Может быть, в чем-то даже их и направить куда-то. Потому что ситуация сейчас, конечно, в Украине для молодых музыкантов не самая простая, далеко не простая. И в основном большинство из них, конечно, в растерянности полной. Как себя вообще реализовывать, что делать, где, как. Вот поэтому это очень важно. Дома они получают такой заряд, я надеюсь, который немножко всколыхнет их как бы изнутри и, может быть, направит в какой-то правильный путь. Я очень рад. Спасибо вам за потрясающий концерт. Привет! Как тебе концерт? Хороший. Класс. Очень хороший. Мне понравился. Нравится. Ты первый раз на таком концерте? Нет. А кто больше всех понравился? Не знаю. Все классно играли, да? Да. Дирижер. Альт. Кто больше всех сегодня понравился? Все. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и завершился еще один концерт, подаривший зрителям непередаваемой эмоции. Дух музыки еще витает в воздухе, а восторженные зрители еще долго будут пересказывать друг другу, как это было. Спасибо всем и каждому, кто помогает этому проекту развиваться и процветать. И еще хочется поздравить город с тем, что в нем есть такие замечательные проекты, и такие люди готовы их создавать. А я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова